Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня представитель Европейского космического агентства Рене Пишель. Здравствуйте, господин Пишель. Здравствуйте. Вот, господин Пишель, вы прекрасно говорите по-русски. Как вы учили, кстати, русский язык? Я учился в школе. То есть в школе во Франции, да, это было? Да нет, в Германии. А, в Германии. И там вы учили. Ну вот есть такое мнение, ну даже информация о том, что люди, связанные с космосом, учат русский язык для того, чтобы, в общем-то, понимать, и это относится и к астронавтам американским, и к сотрудникам Европейского космического агентства, которые летают на МКС. Так ли это на самом деле? Русский язык сейчас необходим в космосе? Нет, ну все учат, скажем, язык другой стороны. Значит, так же, как наши астронавты и астронавты НАСА учат русский, так же и наоборот, естественно, российские космонавты учат английский или знают английский, чтобы они могли общаться там на верху. Ну и так всегда получается такой смесь, я так понимаю, когда их спрашивают, на каком языке вы разговариваете, потому что в каждом из языков какая-то специфика, какие-то термины специфические, вот они и общаются как бы на своем языке. Ну, прошло 58 лет с первого полета человека в космос, 12 апреля все отмечали День космонавтики, тогда для Советского Союза это была большая гордость. Какое самое важное достижение, на ваш взгляд, после этого времени было совершено, вот наиболее, может быть, значимое для вас? Ну, конечно, это посадка на Луну как раз 50 лет назад. Это, конечно, очень значимое событие, и это и очень дал большой толчок вообще к космонавтике, потому что все-таки это была первая посадка, и пока единственная человека на другое, так сказать, тело нашей Солнечной системы. Ну, что касается России, поскольку вы являетесь представителем Европейского космического агентства в России, вот прошел опрос в ЦИОМ, который свидетельствует о том, что три четверти россиян считают Россию лидером в освоении космоса. Опять же, сегодня кто-то говорит о том, что, ну, какие-то эксперты и специалисты, может быть, говорят о том, что сегодня Россия катастрофически отстала в научном космосе. Правда, где-то посередине, как вы считаете? Ну, тут такие общие, так сказать, оценки, они всегда осложняются тем, что вот сначала надо выяснить, о чем мы на самом деле сравниваем, а потом уже можно делать какие-то выводы. С одной стороны, действительно, если, скажем, смотреть на число запусков, которые за год осуществляются, действительно, если Россия была несколько лет назад еще лидером в числе таких запусков, теперь она окажется на третьем месте, вот после Китая и Соединенных Штатов. Ну, вот вопрос, который к нам пришел по Фейсбук. Возвращаясь немножко к теме американцев на Луне. Вопрос от Алексея. Как объяснить скептику, что американцы были на Луне? Ну, это вопрос не ко мне, я бы сказал. Тут уже очень, причем давно уже много таких вопросов, и каждый раз получаются какие-то новые вопросы. И я так понимаю, что НАСА вначале они пытались как бы ответить на эти вопросы, потом они поняли, что это бесполезно, вот как только отвечаешь на один вопрос, тут же возникает два новых. Тут трудно сказать, почему они возникли, но уже сто процентов понятно, что тем, которые сомневаются очень сильно, им трудно будет доказывать истину, пока им не покажешь. Довойдешь их туда на место и покажешь им действительно вот тот след человека на Луне, иначе они никогда верят не будут. Вот интересно, что после первого запуска человека в космос, после того, как американские экипажи Аполло побывали на Луне, многие как раз прогнозировали, что к 2020-2030 году мы будем путешествовать между планетами, этого не случилось. То есть, фактически, вот когда в 70-е, 60-е, 70-е вот такая революция в космосе произошла, на том уровне мы плюс-минус остановили в плане покорения других планет, потому что Войджеры были запущены и так далее, но тем не менее. Вот, на Ваш взгляд, почему не случилось то, о чем мечтали в 60-е романтики космоса? Ну, по-моему, тут две причины. Во-первых, все-таки, в такой период, когда все, значит, и были готовы, во-первых, тратить большие деньги, во-вторых, выйти, пойти на какой-то риск определенный. А сейчас немножко другая ситуация. И, честно говоря, я бы с Вами не согласился, просто тогда были, подвиги были, скажем, более видны, потому что всегда это первый раз, и это понятно. Сейчас подвиги, может быть, они такие же, просто они не так уж видны. Вот мы с Вами пользуемся каждый день именно этими подвигами, вот, в смысле, навигации, вот, коммуникации. Это же ведь тоже космос. И если сравнивать те знания, которые мы имели на счет нашей Солнечной системы, скажем, в 61-м году и сейчас, это совершенно разные понятия, совершенно разные знания. И это благодаря именно автоматическим станциям, летающим кругом Земли, которые, значит, мы пустили в космос. Поэтому тут нельзя такое иметь в виду только один маленький кусок космоса, я бы сказал. Ну вот в своих интервью Вы говорили о будущем проекте по освоению Луны. Вот генеральный директор как раз Европейского космического агентства, он заявлял в 2015 году о создании так называемой лунной деревни. Вот что это за лунная деревня, и как ее планируют создавать, и на каком этапе сейчас находится проект? Лунная деревня, спасибо за вопрос, это более концепция, чем действительно определенный проект. Это имеется в виду, что вот понятно, что вот у разных стран разные, скажем, разные проекты по освоению Луны. Пока они не в той стадии, что они уже супер определенные. И пока есть еще время их как-то соединить, чтобы каждый мог, как в деревне, сделать как бы свой кусок, ну, чтобы все-таки была вместе как бы одна деревня. Вот, по-моему, в этом есть и смысл вот этой идеи с лунной деревней. То есть, получается, это как в Олимпийском, как Олимпийская деревня, когда все страны создают свои градки? В таком смысле, да. Ну, теперь, вот, как вы знаете, немного изменилась ситуация. Вот теперь была поставлена задача для американского космического агентства НАСА посадить астронавтов до 2024 года. Как это довольно такая, я бы сказал, спортивная задача. Ну, вы готовы лично, вы готовы полететь на Луну и там жить? Я бы с удовольствием. То есть, даже мечтаете об этом? Можно так сказать, да. Ну, до Луны, может быть, далеко, но вот, скажем, на 10 дней вокруг Земли я бы с удовольствием летел, да. Луна, все-таки, на ваш взгляд, перспективна, такое космическое тело, потому что есть мнение, что Луна исследована, и, в общем, ничего нового человек там не найдет, и для чего нужна высадка, соответственно, кроме как для некой такой символической акции, что мы снова можем туда вернуться. Ну, тут, опять-таки, вот, это тот же вопрос, нужен ли нам перелетельный космос. Это одно и то же, собственно говоря. И я лично считаю, что, во-первых, есть действительно новые, какие-то новые факты, которые немножко меняют картину по сравнению с тем, что было, скажем, в 60-е годы. Вот есть доказательства того, что вот следы воды есть на полюсах, то есть есть возможность, как бы, обеспечивать себя. И Луна, то есть посадка на Луну, значит, всегда говорят, что это, как бы, первый шаг для дальнейших шагов. И трудно в это не поверить. С другой стороны, значит, если сравнивать, скажем, усилия и средства, которые нужны для того, чтобы вот садиться на Луну и там, значит, устроить постоянную базу, они, конечно, намного раз больше, чем, скажем, для той же МКС. Потому что вот на Луне есть гравитация, то есть любое тело, которое вы хотите двигать или что-то делать с ним, от вас нужны больше силы, чем в пространстве вокруг Земли, где нет гравитации. Ну вот проект ExoMars 2020, над которым вы непосредственно работаете, это совместная программа Европейского космического агентства и российской госкорпорации Роскосмос по исследованию Марса. Вот на какой стадии сейчас находится развитие этого проекта? Я бы сказал, мы на последней фазе, потому что остался, грубо говоря, год. Значит, запуск планируется на 26 июля следующего года. Теперь фактически все компоненты, которые нужны для нашей миссии, находятся в Италии для того, чтобы их посадить вместе, проводить очередное нужное испытание и потом через год где-то уже отправиться на Байконур для подготовки и запусков в июле следующего года. Ну вот основной задачей, получается, этого проекта является поиск признаков жизни, существующей или несуществующей жизни на Марсе. Это совершенно верно, да. И оттуда и название самой миссии, экзомарс, это слово экзобиологи, то есть именно поиск жизни. А для этого у нас на марсоходе есть бурильная установка, которая должна бурить до глубины двух метров, чтобы вот искать там вот эти следы. Потому что ученые доказали, что вот если уж искать, надо искать на глубине. Из-за того, что нету такой же атмосферы, как на Земле, поэтому верхние слои поверхности, они, значит, погружены, и включены и так далее. Поэтому там следов-то мало осталось, если они вообще были. Поэтому если уж искать, надо искать в глубине. Ну найдут, как думаете? Я надеюсь. Но это очень тяжело, это какая-то очень маленькая вершинство, которое, значит, в вашем пространстве. Ну вот Павел Назаров спрашивает у вас в Фейсбуке. Насколько вы верите в колонизацию Марса в ближайшем будущем? Не верю, честно говоря, не верю. Это очень, во-первых, ну как вы знаете, чтобы туда лететь, где-то полгода или 9 месяцев, в зависимости от года запуска. И это очень дорого, во-вторых, и очень рискованно, потому что, не дай Бог, по пути что-то случится, значит, вам никто не верит. И мне кажется, что вот нет такой сугубой задачи, почему надо там туда привезти 100 человек, селиться. Ну, может быть, я не прав, но я не вижу, что это случится в ближайшее будущее. Рене Пишель, представитель Европейского космического агентства, у нас сегодня на прямой связи. Задавайте свои вопросы, звоните нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии, также пишите по WhatsApp 2306-191. И вот нам пишет радиослушатель с ником Дункан Маклауд, хорошо известным, кстати, любителем фантастики. Когда найдут виновных в дырке на МКС? Вот такой вопрос он вам задает. Опять, это не вопрос ко мне. Я знаю, что идут еще расследования, но мое увлеченное мнение, что даже если найдут, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Нет никакой причины, если этого делать большой, так сказать, такой казус. Мне кажется, что вот если их до сих пор не нашли, значит, их найти не могут, потому что нет прямых доказательств. Еще звонок у нас есть. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александр. Да, Александр. Да, спасибо, во-первых, за то, что пригласили такого собеседника. Действительно достойная информация мы получаем. И у меня к нему вопрос такого рода. Вот, как вы уже упоминали, существуют скептики, которых нельзя убедить в том, что американцы летали на Марс. На Луну, да. То есть на Луну, извините, извините, да, пожалуйста. И точно так же существуют скептики, которые не верят в то, что программа Илона Маска является экономически обоснованной. Вот, его очень бы хотелось услышать его мнение по поводу Илона Маска и того, что он делает, и будущего его программы. Спасибо вам. Да, спасибо вам. Ну, опять это вопрос, собственно, я хотел бы больше рассказывать про нас, про нашего агентства, чем, скажем, насчет Илона Маска. Ну, это чисто мое личное мнение. Ну, вот, посмотрите, вот он запустил в прошлом году столько же ракет, как и Россия. 18 штук или 17 штук. Это уже свидетельство о том, что вот у него все налажено, технология все работает. Вот недавно, как раз, в прошлой неделе, в Falcon Heavy. То есть у него все это работает. Ваш вопрос больше относится к тому, экономично ли возвращение ступеней. Ну, тут трудно судить. Тут надо знать точные цифры, их никто не знает. Но факт то, что он, так сказать, разбудил всех и делал, скажем, запуски дешевле, это факт не имеет место. Ну, а ввиду санкций, которые сегодня направлены против России, как проходит вообще российско-европейское сотрудничество в космической индустрии? Ну, как говорится, значит, мы всегда пытаемся оставить космос космосом, поскольку все-таки космические проекты, они очень долгосрочные. И в то же самое время они как бы служат немножко мостом, даже в трудные времена. Вы помните, вот это даже совсем тяжелые времена был проект «Союз Аполлона». Поэтому пытаемся как-то вот вывести за скобки космические проекты. Конечно, в вопросе вот двойного использования тех или иных технологий, он всегда стоял даже без особых санкций. И просто во время санкций он стоит более остро, скажем так. Но как-то мы пытаемся вот с обеих сторон, значит, обойти вот все эти сложности. Ну, вот как раз есть мнение, что холодная война спровоцировала такую космическую гонку, и благодаря холодной войне, или вопреки, по крайней мере, разное можно услышать, люди полетели в космос и высадились на Луну, и были отправлены луноходы, марсоходы, сделаны фотографии обратной стороны Луны. В общем, много можно перечислять, и как раз в этом, в общем-то, говорят, что это благодаря холодной войне случилось. То есть, вот как вы считаете, вот это противостояние, которое мы сегодня наблюдаем между Россией и странами Запада, может спровоцировать новую космическую гонку и привести к каким-то положительным результатам? Ну, тут я бы сказал, что вот надо всегда извлечь положительные соревнования, это хорошо. И как раз, по-моему, такие программы, как МКС, показывают, что вот есть возможность одновременно быть, скажем, в стадии соревнований, но в то же самое время... МКС, это самый главный урок, который мы учили, и что мы этот урок будем и иметь в виду, и в дальнейшем. Мне кажется, что вот, понятно, эта связь с холодной войной, она набрасывается на глаза, но это не полностью объясняет все то, что произошло в космосе за последние 50 лет. У нас еще есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Вот вопрос к вашему гостю, как вы считаете, вот те успехи, которые были раньше, они как бы сейчас посвящаются в свете холодной войны, а на самом деле это соревнования, так сказать, государственных интересов и частного бизнеса. Ведь ясно, что частному бизнесу невыгодно вкладывать в долгосрочные проекты. Раньше был Советский Союз, он, так сказать, на государственном уровне развивал и двигал вперед науку. И, так сказать, Америка должна была подтягиваться к нему. А сейчас это чистый... Да, какой вопрос у вас, Александр, чтобы гость мог ответить? Алло? Да, какой у вас вопрос? Пожалуйста, задавайте вопрос. Мало времени. Ну, вопрос вот к вашему гостю. Не чувствует ли он разница между той холодной войной и той, что сейчас? Сейчас это дележка денег просто. Да, спасибо вам. Ну, вот и, кстати, о соревновании государства и частного бизнеса, о чем тоже, наверное, можно в этом контексте поговорить. В космосе. Ну, тут мы видим явно, что, конечно, роли государства и частного бизнеса меняются. И вот, как-то с это относится к предыдущему вопросу, что действительно успех Ирина Маска и других показал, что вот они полностью имеют возможности выполнять те задачи, которые раньше выполнялись государству. Хотя тут тоже надо иметь в виду, конечно же, вот, скажем, бракеты строились на Западе всегда частными компаниями. То есть разница только в том, что сейчас частные предприниматели возьмут на себя начальный риск и вложат свои деньги, чтобы делать из этого бизнес. Но также, то есть, всегда это были частные компании. И я бы не согласился с таким положением. Раньше, значит, делал государство, все было хорошо, теперь это столько вот деньги. И это всегда зависит от того, на что мы смотрим. Если это касается, скажем, навигации, вот, коммуникации, там давно уже, значит, это делается только частными компаниями, если это выдает какой-то прибыль. Ну, несмотря на какие-то там действительно чисто государственные задачи. А государство отвечает за науку, и это так и продолжается быть, как оно было в прошлом. Да, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и потом продолжим. Представитель Европейского космического агентства Рене Пишель у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи представители Европейского космического агентства Рене Пишель. Господин Пишель, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Также пишите по WhatsApp 230-6-191. Господин Пишель, ну вот за последние дни среди космонавтов и ученых начался такой спор небольшой. Вот ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, он назвал космонавтов бесполезными для науки. И по его словам, работа космонавтов на Международной космической станции – это вообще пустая трата времени. Он считает, что космонавты там занимаются в основном либо собственным каким-то жизнеобеспечением, или пытаются узнать, кто там дырки просверливает. Ну вот по его словам так. Что вы об этом думаете? Что думаете о необходимости космонавтов сегодня? Ну, во-первых, этот спор, он совершенно не новый. Он долго существует. Я помню еще, когда, значит, больше 20 лет назад только что задумались о том, что вот будем строить МКС. Такие же споры были, что вот это все не нужно, жалко этих денег, лучше их использовать для автоматической станции, лучше полетим там Юпитер на Марс и так далее. Ну, с другой стороны, во-первых, тут надо учесть два аспекта. Во-первых, действительно, эксперименты, которые непонятны, лучше, конечно, проводить человеком, потому что он может давать прямой, так сказать, этот фидбэк и сказать, что не так, и как исправить и так далее. Во-вторых, все-таки надо иметь в виду, что фактор человека играет роль, ну, как на самой станции, так и, скажем, для тех, которые должны выделять деньги. Все-таки лучше потрогать человека и стоять рядом с ним, чем рядом с интервью находом. Ну, и я считаю, что не совсем корректным высказывание, потому что все-таки ту работу, которую они делают, это действительно героизм. И это не только понимаешь, когда видишь, какие ошибки могут случиться, как было в акценте прошлого года, но даже при обычной работе, вот, шесть месяцев невесомости, это действительно большой подвиг. И я лично знаком с некоторыми из космонавтов и астонавтов, и, ну, понимаешь, что за люди и что они там совершают. И последний аспект, все-таки, вот, тоже опять МКС, то, что там у нас есть тема дружная, из разных стран работают вместе, вот, это тоже много чего стоит, я бы сказал. Ну, все-таки, что касается вот этого тезиса Докучаева, да, многие действительно назвали его высказывание некорректным, учитывая, что это произошло еще и в День космонавтики, но вот специалист в области космической плазмы, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, он рассказал, что с большинством экспериментов по фундаментальной науке, как раз это и наблюдение за космосом, да, и какие-то эксперименты, связанные с проверкой теории относительности, лучше справляются непосредственно автоматические спутники. Как вы считаете, все-таки есть в этом правда? Ну, опять-таки, все то же самое, то есть, конечно, можно всегда выделять какую-то область, где действительно это можно делать автоматом и так далее. Но, с другой стороны, вот смотрите, вот сколько лет мы уже снимаем землю от спутников ДЗЗ, а если космонавт или рационар публикует свои же снимки того же самого, это вызывает как-то почему-то больше интерес. Я не говорю именно о научном, так сказать, результате, а именно вот интересно, потому что он это сам видел, он сам какую-то историю может к этому добавить. То есть не только же, не зашли смотреть только на одну сторону, чисто, скажем, научного результата. Вот космос все-таки, вот вы с вами уже вопросы затронули, больше, чем чистая наука. Это и политика и так далее. А для этого без космонавтов-астронавтов никуда. Ну, вы сказали, что считаете космонавтов героями, и тем не менее, как вы опять же тоже отметили, история не нова, когда ставится под сомнение, может быть, трудность, сложность их профессии. Вот в 2011 году Минобороны России, например, дважды отказалась наградить званием Героя России космонавта и уже теперь депутата Госдумы Максима Сураева, да, по причине того, что вот современные какие-то полеты в космос российские генералы считают недостаточно, ну, сложными, достаточно опасными, может быть, для космонавтов сегодня ввиду каких-то технологий, да. Но все-таки почему, потом все-таки его наградили, да, обратились к президенту и его наградили со второго раза. Но почему, на ваш взгляд, все чаще стоит этот вопрос о необходимости заменить космонавтов, о том, что их работа не сложна и то, что никакие они уже не герои и так далее? Ну, понятно, потому что, во-первых, потому что, в отличие, скажем, отчасти, уже было 550 человек, то есть это уже действительно, скажем, не один или два или десять, и больше стало, ну, и, во-вторых, мне кажется, потому что сейчас больше стали считать деньги. Все люди, включая зрителей и слушателей. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Виктор. Да, Виктор. Вы знаете, вообще, в общем, развитие космонавтики, вы знаете, мне кажется, за 60 лет все-таки наша цивилизация как-то застряла на определенном этапе освоения космоса. Дальше как-то орбиты Земли, ну, там, ладно, спутники на Марсе и Питер, как-то человечество не движет. Да, задавайте вопрос, Виктор. Какой вопрос? Да, но все-таки есть какие-то технологии, разработки, сбор информации для прорыва в большой космос. Спасибо вам. Да, вот как раз непосредственно о будущем и настоящем. Я не заслышал вопрос. Есть ли технологии, которые позволят нам прорваться в большой космос? Так сформулировал Виктор свой вопрос. Ну, пока у нас, естественно, предприятие в том, что у нас пока как двигатели только на химической основе, то есть то, что у нас сегодня есть. Еще вот в 60-70-е ввелись работы по атомным двигателям, но это не сильно, так сказать, поднимает их, скажем, скорость. Тут у нас еще, так сказать, на сегодняшний день таких совершенно новых технологий еще нет. То есть это для будущего. Но тем не менее, ведь запущенные в 70-е зонды уже ушли даже за пределы Солнечной системы, и у нас есть информация о том, что там. То есть мы уже получаем, в том числе и от наших аппаратов. Абсолютно правильно, да. Я сейчас говорил именно о том, с какой скоростью мы можем двигаться по космосу. И это как раз на сегодняшний день представляет, ну, большую сложность, поскольку все очень долго. Мы сами говорили, вот когда их запустили и где мы сейчас. Мы только что, значит, летели дальше, чем, скажем, границу нашей Солнечной системы за сколько лет. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Вот я маленькую заметочку вам скажу. Вот вы спорите, что лучше космонавты или автоматы, или автоматические станции. Это то же самое, что светофор и регулировщик на перекрестке. В одних случаях, значит, преимущество одного, а иногда и ручное управление даже лучше приводит к результату. У меня вопрос такой к вашему собеседнику. Вы знаете, вот такое ощущение, что человечество преследует, во всяком случае, я не знаю, определенная часть, наверное, да, преследует полеты в космос и на другие планеты, как одну цель, быть гемоном или, если хотите, попалить корректным, безусловным лидером на Земле. Вот вам не кажется, что мы обречены на неудачу в освоении космоса и продвижения, значит, внедрения широких технологий, если вообще не объединим все условия человечества на каких-то определенных, я не знаю, соглашениях или позициях или так далее. Вы представляете, если мы... Да, Александр, задавайте вопрос, чтобы гость ответил. Вопрос такой. Вам не кажется, что мы, наверное, легче найдем пути мира на Земле и вообще объединения всех народов, чем освоим что-нибудь в далеком будущем? Да, спасибо вам. Такой философский вопрос. Ну, я бы ответил так, что вот мы же как раз на Международной космической станции, как раз это и доказывается, что вот лучше вместе, значит, добиваться одной цели, чем в одиночестве. Это понятно. И мне кажется, что вот тот факт, что вот это хорошо получается уже 20 лет, как раз и довол урок тому, что и в будущем мы так должны делать, не стоит. Ну, что касается исследования космоса, ведь действительно мы каждый день узнаем о каких-то новых прорывах. Например, была сфотографирована черная дыра. Впервые мы, наконец, увидели, как она выглядит. Также, например, Европейское космическое агентство участвует в проекте изучения Солнца и так далее. То есть, насколько вообще сейчас активна жизнь в космосе, если можно так сказать, что туда запускают, какие проекты перспективные, какие менее перспективные. Вот какие у вас ощущения? Ну, мне кажется, что вот действительно вот, если ответит вопрос активно или нет, конечно, активно и по разным направлениям. Только беда в том, как всегда в науке, отвечая на один вопрос, возникает тут же два или три новых, поэтому так и кажется, что вот нет таких подвигов. А что касается, скажем, направления, ну, сейчас одно из направлений, которое очень интересное, это поиск экзопланетов, то есть тех планетов, которые очень похожи на Землю и разные миссии, разные аппараты как раз и занимаются этим вопросом. Ну, вот, все-таки главной новостью прошлой недели, наверное, действительно стала первая фотография даже не черной дары, а правильно, наверное, будет сказать, внешней оболочки черной дары. Горизонт событий, да. Какое значение, на ваш взгляд, для науки имеет это фото и вообще оправдан ли тот шум, который, резонанс, который вот поднялся в сети после публикации? Ну, тут я недостаточно, так сказать, ученый в этой области, чтобы действительно оценить, но мне кажется, что вот это все-таки вот... Опять-таки, он разработался вот не одной страной, а корпорацией вот многих институтов из разных стран. Во-вторых, он, может быть, только доказывает то, что мы думали и что мы уже знаем. Но все-таки очень важно иметь какое-то вершинственное доказательство. И в этом смысле это, конечно, очень важный результат. Ну, вот говорят о том, что очень много вокруг космоса, в том числе и такой религиозного, философского наполнения. Как вы относитесь к разным трактовкам, в том числе и к божественной теории и так далее и тому подобное? Потому что многим космонавтам задают вопрос, видели ли они Бога, когда выходили на орбиту Земли. Вот как вы вообще считаете, насколько обоснована такая трактовка космоса? Ну, это я считаю, каждый для себя сам должен ответить. каждый, так сказать, у каждого свои видения, каждого свои мнения и философии. Поэтому каждый ответит на вопрос. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните нам, Рене Пишель у нас сегодня на прямой связи, представитель Европейского космического агентства. Также пишите нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. И вот нам приходят сообщения, например, Николай, ну я потом зачитаю, сейчас звонок еще примем. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Алексей. Да, Алексей. Здравствуйте. Да, задавайте вопросы. Я только-только включился, я не слышал ваши, так сказать, вопросы, ответы, если прочее. Пусть подскажет ваш гость, американцы были на Луне или нет? Да или нет? Вопрос волнует всех. Да, Алексей, мы об этом говорили в начале программы. Кстати, о том, о чем мы говорили, собственно. Были. Американцы были на Луне. И еще вопрос от нашего радиослушателя, который пришел по WhatsApp. Вы на 100% уверены, что информация, получаемая с аппаратов о космосе верна, все приборы наших аппаратов-то настроены на нашу земную частоту, а там, на тех планетах, все по-другому? Николай такой вопрос задает, как на него можете ответить? Я, честно говоря, вопрос не очень поднимаю, поэтому не готов ответить. Ну, собственно, так и оставим, да, без ответа. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Николай, вы можете пояснить свой вопрос, и мы его зачитаем. Да, господин Пешель, но вот возвращаясь все-таки к религиозной теории, вы, как ученый, верите в Бога? Да нет. Ну, это самый вопрос, как я говорил уже, каждый для себя выбирает свою философию, свои видения, и каждый для себя должен ответить на этот вопрос. Ну, вот, кстати, ведь поиск жизни является таким фундаментальным для ученых, которые занимаются космосом. На ваш взгляд, у нас есть шанс в ближайшие десятилетия или столетия обнаружить жизнь все-таки? Насколько это реально? И, конечно, мы говорим о разумной и неразумной форме жизни, наверное, мы мечтаем о том, что встретимся с братьями по разуму, или как вообще, у ученых. Насколько вообще этот вопрос в научном сообществе рассматривается серьезно? Мы готовы к такой встрече и рассчитываем на нее? Ну, насчет встречи я не знаю, но я бы сказал, что то, что мы найдем, какой-то след, я в это верю, я думаю, что мы найдем, рано или поздно, потому что трудно вериться в то, что мы одни. Вопрос в том, как это выглядит, ну, это уже, опять-таки, вот больше в сторону философии и гадания, чем то, что можно какое-то обоснование ответовать. Поэтому... Ну, мы готовы к встрече с неземной жизнью? Вот сегодня... А как еще иначе? Конечно, мы готовы. Ну, вот интересно, что американец Стив Мартин, он любит рассматривать изображение Марса, как раз сделанное НАСА, и он увидел на фотографии пингвина, вот буквально недавно тоже эта новость так, ну, не то чтобы гремела, но была. Он как раз призвал сотрудников космического агентства внимательно изучить эту фотографию. Вы не изучили? Ну, сколько этих таких фотографий не было, сколько там чего не видели. Просто человек такой... Помните, вот лицо на Марсе, помните это такое? Да, лицо на Марсе, да, это знаменитая фотография. Это просто каждый человек только устроен, что вот мы приучены увидеть какие-то вот нам знакомые символы или образы. Мы очень быстро их найдем. И поэтому неудивительно, что вот нужно запросто найти что-либо там на этих фотографиях. Ну, конечно, это надо всегда объяснить. И причем это не... И ученые, так сказать, с полной уверенностью утверждают, что да, действительно там что-то такое было. Но, как правило, значит, потом найдутся другие заказательства, что показывают, что не совсем так. Еще звонок у нас так только что был, сорвался. 6-7-2-12-93-9, и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, еще один вопрос. Вот все-таки американские астронавты говорят, что они видели там космические аппараты, но им строго запрещено про это говорить. Вот вы слышали что-нибудь про это? Спасибо. Спасибо. Да. Нет, не слышал. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните. Номер WhatsApp 230-6191. Да, господин Пишель, как вы считаете, вот сегодня, имея, вернее, не имея того снаряжения, которое есть, может ли космонавт полететь в космос с тем снаряжением, с той экипировкой, которая была, ну, в советское время? Сможет ли долететь? Не понял. Ах, раз, еще раз, пожалуйста. Имея ту экипировку, которая была в советское время, сможет ли космонавт сегодня современно и долететь куда нужно, и вообще полететь в космос, и осуществить этот полет? То есть старые технологии, они насколько эффективны сегодня? Актуальны. Ну, вопрос, а зачем? Если есть новое, зачем взять старое? Вот, конечно, мог бы, но зачем? Если есть какая-то новая технология. Конечно, ну, сейчас, если раньше вся техника была построена на аналоговых электронике, вот теперь, значит, цифровая, то есть зачем себе усложать жизнь? Она более жизнеустойкая, она более разобидованная, то есть нет никакой причины. Но здесь как раз интересно, потому что, когда говорили о возможности возвращения американцев на Луну, как раз вспоминали о технологиях 60-х, 70-х годов, что можно их использовать, ну, адаптировав, модернизировав, но, тем не менее, основываться на тех разработках, которые уже были для того, чтобы осуществить этот полет, потому что, в общем-то, уже там все проверено и использовано. То есть или все-таки это будет уже кардинально новый полет, как вы считаете? Ну, вы знаете, вот тут сложно связать в том, что вот, чтобы что-то запустить, надо это тестировать, значит, надо работать и надо иметь четыре же, которые сейчас в современном мире, естественно, уже цифровые и не раньше, как на бумаге. Поэтому иногда это как, знаете, вот, когда вы хотите что-то ремонтировать, иногда легче и быстрее и дешевле построить заново, чем ремонтировать. И тут та же самая история. Ну, вот еще в Ютубе у нас вопрос пишет, даже не вопрос, а реплика, наверное, если вы готовы прокомментировать. Весь этот список поиск следов жизни на Марсе не принесет ничего в ежедневную жизнь, но докажет несостоятельность религии. То есть ради «Ура, мы не одни, пара ученых на Земле могут, например, начаться социальные катаклизмы». Как бы вы на это ответили? Ну, я… это такой, опять, очень философский вопрос. Я не достаточно знаком с той религией, которую мы имеем в виду, но, по-моему, религия не запрещает, так сказать, жизнь на другой планете. Ну, тут, с другой стороны, мы же всегда хотим знать, как раз вопросы были об этом, что вот есть ли жизнь, кроме нашей. И мне кажется, что вот это очень важный вопрос для всех, верующих там или не верующих. Все равно было бы очень интересно найти ответ на этот вопрос. Еще звонок у нас так только что был, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Марья зовут. Да, Марья, задавайте вопрос. Все эти конспирологические теории, были ли американцы на Луне и все-таки? Я с людьми, когда спорил, бывают, ну, были упертые люди такие, вот с ними споришь, вот говоришь, а луноход советский был на Луне? Да, говорят, был. Я говорю, а почему ты считаешь, что если луноход могли доставить? Ну, понимаете, да, ход мысли? Да. А вопрос будет такой, насчет космического излучения. В общем, сколько я понимаю в этой теме, человек, в принципе, до Марса долететь не сможет, его убьет космическое излучение. Правда это или нет? Да, спасибо вам. Да, об этом тоже говорят, как о препятствии. Это верно, это я тоже слышал. Ну, как я понимаю, тут все-таки разные, так сказать, пока ученые, как всегда, спорят, есть, понятно, разные предпосылки о том, насколько она действительно велика во время полета на Марс и как можно ее парировать. Ну, я просто убежден в том, что вот, когда станет более ясно, насколько действительно она опасна, найдется и возможность парировать эту опасность. Какой проект для Европейского космического агентства сейчас является приоритетным в космосе? Ну, приоритетным действительно является вот проект ExoMars, в следующем году, ну, я бы еще сказал, естественно, вот МКС и также наш новый ракетоноситель Ариан-6, который должен полететь тоже в первый раз в следующем году. Можно сказать о том, что ваше сотрудничество с Роскосмосом проходит успешно, несмотря на все проблемы, о которых мы говорили? Да, я считаю, что вот успешная корпорация, да. То есть, космос вне политики? Я уже говорил, мы пытаемся, конечно, ее поставить за скобки. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы Абонент доступен. Ренея Пешель был на прямой связи с нашей студией, представитель Европейского космического агентства. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. Спасибо.